В соответствии с законодательством, российские юридические лица, а также физлица-предприниматели, имеют право принимать на работу мигрантов только в том случае, если те легально находятся. На территории страны имеют патент на осуществление трудовой деятельности. В связи с этим актуален вопрос, как проверить патент на действительность на сайте ГУВМ МВД РФ, бывшая ФМС. Рассмотрим, что собой представляет этот документ и как осуществляется его проверка. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан. Граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана или Таджикистана могут заключить трудовой или гражданско-правовой договор в России только при наличии специального патента. Несоблюдение данного правила является нарушением, которое повлечет за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя. Патент на работу. Понятия и особенности. Трудовой патент представляет собой разрешение на осуществление трудовой деятельности в России безвизовыми иностранцами. Этот документ нужен всем иностранным поданным, которые хотят законно работать в РФ и имеют РВП. Исключением является выход со стран участниц таможенного союза. В документе указывается специальность лица, поэтому трудоустраиваться можно только по своей профессии. Срок действия патента составляет от 1 до 12 месяцев. При необходимости его можно продлить, но не более чем на 12 месяцев за один раз. В 2021 году патент имеет территориальную привязку, то есть в документе указывается территория его действия. Таким образом, легально работать по разрешению можно исключительно в определенном регионе. Законодательство не запрещает получать сразу несколько патентов. Например, лицо может иметь один патент, где местом предполагаемого трудоустройства является Москва, и второй, который распространяется на Московскую область. Если мигрант работает не на территории, которая указана в патенте, его могут привлечь к ответственности и наложить штраф с возможным выдворением СРФ и даже запретом на въезд в страну на протяжении определенного срока. В каких случаях нужна проверка патента? Необходимость проверить патент на подлинность возникает при принятии иностранного гражданина на работу. Поскольку за нелегальный труд будет отвечать не только работник, но и работодатель, последний заинтересован в том, чтобы документация была оформлена правильно. Осуществить проверку можно следующими способами – визуальный осмотр бланка, онлайн-проверка на сайте бывшей ФМС, письменный запрос в ГУМ МВД, пошаговая инструкция проверки патента. При визуальном осмотре документа необходимо учитывать, что подлинный патент издается на специальном бланке. На внешней стороне находятся личные данные лица и его фотография. В обязательном порядке у патента должны быть уникальные серии и номер. На бланке также размещены защитные голограммы и водяные знаки. На обороте указывается дата, место выдачи документа, территория его действия и штрих-код. Если одного лишь внешнего осмотра для определения действительности патента недостаточно, можно проверить его на сайте МВД-HTTP. Сервисы. ГУВМ. МВД РФ Инфо Сервис. ЭТМ. СИТ равно 2060. Для получения нужных сведений достаточно ввести паспортные данные лица, а также информацию о проверяемом патенте, серию, номер, вид деятельности. При этом можно получить следующие варианты ответов. Найден в базе. Готовность патента к работе. Аннулирован. Ранее лицо получало данного рода разрешение, но по состоянию на запрашиваемый момент патент недействителен. В базе не найден. Это может означать, что мигрант предоставил поддельный документ. Кроме того, заинтересованное лицо может лично обратиться в ФМС и задать вопросы относительно того или иного патента. В этом случае на протяжении пяти дней будет оформлен официальный письменный ответ. На что обратить внимание? Совершая самостоятельную проверку, стоит учитывать, что эта услуга носит справочный характер. Если документ был выдан всего несколько дней назад, не нужно паниковать, не обнаружив его в базе. Возможно, его не успели туда внести. Для получения наиболее достоверной и актуальной информации следует обращаться в отделение миграционной службы. Выводы. Трудоустройство иностранцев в РФ значительно отличается от найма российских граждан. Мигранты, которые хотят работать на законных основаниях, должны получить патент на трудоустройство. Во избежание поделок и как следствие незаконного трудоустройства, законодательство определяет вид документа, а также возможность осуществить проверку на подлинность. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!